Партнер программы. Сеть магазинов «Абсолют». В эфире новости на первом альтернативном. С событиями республики сегодня познакомлю вас я, Наталья Домбаева. Здравствуйте! И в начале главная тема выпуска. Кластеры и технопарки. Реально ли получить помощь от государства на развитие бизнеса? Здесь света нет. Почему электричество в доме отключают без уведомления? Драка на борьбе. Чемпионат России в Якутске отметился подсуживанием своим и закончился скандалом из-за стремления борцов попасть на Олимпиаду. Со шпагатом на канате в Бурятию впервые приехали монгольские циркачи. И начнем наш выпуск с происшествий. Трое человек погибло и двое тяжело ранены в результате крупного ДТП в Кабанском районе. 27-летняя девушка за рулем Тойоты Харриер выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик Ивеку. От удара паркетник отбросила на Тойоту Эстима. На кадрах, которые предоставили в ГИБДД, видно, что от Харриера практически ничего не осталось. Как стало известно, за рулем была жительница Улан-Удэ, которая закончила БГУ и переехала в Иркутск. Вместе с ней в машине была ее мама – учитель русского языка и литературы школы номер один в Улан-Удэ. Водитель Тойоты Эстима также скончался на месте. Пассажиры – 55-летняя женщина и 8-летний ребенок госпитализированы в Кабанскую районную больницу. И продолжаем актуально на сегодня сводкой пожаров. Федералы в помощь сотрудники Федеральной авиалесоохраны продолжают бороться с огнем в Прибайкальском районе и вести видеозаписи реальной пожарной обстановки. Эта же группа помогала местным лесникам в прошлом году. Тогда сотрудники из республики Мэриэлл тушили леса на полуострове Святой Нос. Отмечу, прошедшие выходные дожди не прошли даром и потушили значительную часть горящих лесов. На утро сегодняшнего дня в Бурятии зарегистрирован всего один действующий пожар в Муйском районе. Его общая площадь – 650 гектаров. Еще одно возгорание площадью чуть более одного гектара обнаружили в Кабанском районе республики. И к другим новостям. Образование всему глава. Алдар Дамдинов прокомментировал свой успех на праймере Седин России. По словам министра, образование для республики очень важно, поэтому явка была высокая и процент поддержавших солидный. К тому же жителям Бурятии не безразлично, кто будет представлять республику в Госдуме, добавил Алдар Дамдинов на правительственном брифинге. Как вы понимаете, сегодня все зависит теперь от партии «Единая Россия». В конце июня состоится съезд, на котором будет определяться, кто из участников праймера пойдет по одномандатному округу, кто возглавит список партийный. Нужно подождать, а там уже будет, что называется, я готов к партии. Буду защищать интерес к воритию. Отмечу, несмотря на многочисленные жалобы, поступившие в федеральный оргкомитет, предварительные результаты не были аннулированы. Кластер, он либо есть, либо его нет. В конце минувшей недели слова «кластер», «технопарки» и другие стали очень модными в бизнес-среде Бурятии. В очередной раз предпринимателям попенялись за безинициативность и нежелание работать вместе. Главный призыв – объединяйтесь, и будет вам счастье в виде финансовых потоков. Очередной круглый стол по проблемам развития бурятского бизнеса должен был дать ответ чиновникам и предпринимателям, как же все-таки воспользоваться финансовыми рычагами. Тему продолжит Аюна Чертарова. Кластеры вообще не создают. Они либо существуют, либо не существуют. Что такое кластер? Это устойчивые кооперационные связи. Соответственно, в республике Бурятия они есть. Их надо, что называется, отформатировать и уже посмотреть, а какие совместные проекты реализовываются. И ваш бизнес без каких-либо дополнительных административных барьеров может претендовать на вот этот финансовый рычаг, который представляет Министерство промышленной торговли Российской Федерации. По мнению директора Ассоциации кластеров и технопарков, Бурятия должна сделать упор на развитие кластера высотехнологичного машиностроения на базе авиазавода. Начать развивать кластер строительных материалов и деревообрабатывающий. Но хотят ли предприятия республики объединяться и налаживать совместную работу? Самое главное, не столько наша рекомендация, а желание местных предпринимателей все-таки объединиться и выработать общую позицию по развитию промышленных кластеров. Тем самым, четко определив для себя некую программу развития промышленного кластера. Сейчас, к сожалению, получается так, что некоторые приятия достаточно самодостаточные, работают, но вокруг много бизнеса. Они готовы кооперироваться, но нету того общения, нету тех контактов. Возможно, стремлений объединяться не было, пока не было стимула. Создав кластер, промышленники могут возместить 50% своих расходов. Чтобы получить деньги, нужно подписать соглашение с правительством о том, что предприятие намерено развивать кластер и собрать ряд документов. По заверениям представителей ассоциации, их совсем немного. Инструмент интересен бизнесу, потому что минимум общения с властью. Поэтому никто из вас не сможет упрекнуть руководство республики, что кто-то ставит бюрократические препоны. Обращаюсь сразу к вам, зная, как вы это поддержите. Все же буду просить, если бизнес будет к вам обращаться, может быть, где-то постараться ужать регламентные сроки. Коллеги, учитывая, что у нас рабочее встречание, я тут же и обратился к руководству. Если каждый из вас поймет, что вы должны сделать, вы сделаете следующий шаг в развитии своего бизнеса или развитии собственных идей. Если вы этого не сделаете, ну, как вы жили, так и будете жить дальше. Аина Черкаров, Александр Хомаганов, Первая, Альтернативная. И в продолжении темы, сегодня у нас в гостях упономоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Дашиев. Здравствуйте, Анатолий Батович. Здравствуйте. На прошлой неделе Бурятию посетил директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. Он говорил о возможности создания у нас в Бурятии промышленных кластеров. Скажите, как вы считаете, у нас благоприятная среда для их создания? Существуют ли у нас условия для их развития? Ну, я думаю, что у нас в республике определенные условия для создания и развития кластеров, наверное, есть. Есть крупное производство, есть нормативно-правовая база, законодательство, которое стимулирует развитие бизнеса как раз в производственной и научно-инновационной сферах, есть определенные меры государственной поддержки. Если будут объявлены приоритеты именно в тех отраслях и направлениях деятельности, в которых планируется создавать кластеры, то, наверное, можно будет направить туда те средства, которые выделяются из бюджетов на поддержку предпринимателей. Ну, на фоне того, что у нас в прошлом году было массовое бегство крупных предприятий, на фоне того, что заводы у нас загибаются, заводы, фабрики, Амта, Макбур, там идут сокращения массовые на заводах. Вот на этом фоне можно ли говорить об каком-то объединении крупных и успешных предприятий? Есть ли они у нас сегодня в Брятии? Ну, у нас работают крупные предприятия, те, которые известны. Массового бегства предприятий, промышленных предприятий не было. Были случаи, когда у нас на самом деле прекратили свою деятельность ряд предприятий, те, которые вы называли Амта, вернее, Макбур. Амта, насколько мне известно, продолжает свою работу. Проблемы действительно есть. Проблемы вызваны причинами экономического порядка. В целом по России у нас складывается такая обстановка, и республика наша не исключение. Создание кластеров, оно, наверное, в большей мере зависит от того, как сами предприятия и насколько заинтересованы в создании. Но поскольку происходит, собственно говоря, переориентация на внутренний рынок, то, может быть, это как раз будет альтернатива тому, что наши предприятия старались работать на экспорт, на другие регионы, а сейчас, может быть, сама обстановка заставляет искать кооперации на внутреннем рынке. И в этом плане, я думаю, что микро и малый бизнес заинтересован в том, чтобы те средние и крупные предприятия, которые у нас работают реально, они ориентировались на то, чтобы вовлекать в орбиту своей деятельности и малый, и микробизнес. Ну так бизнес-то в Бурятии у нас, безусловно, заинтересован в своем развитии, однако его давят. Мы все знаем про эти заявления предпринимателей, что налогово их душит, кошмарит. Скажите, вы как-то лично содействовали предпринимателям в этой так называемой конфликте между фискальными органами власти и бизнесом? Про проблемы проверочного давления и вообще взаимоотношения бизнеса с контрольно-надзорными органами нам приходится уделять постоянное внимание. Те обращения, которые поступают ко мне, как к уполномоченному по защите прав предпринимателей, мы их рассматриваем во взаимодействии с контрольно-надзорными органами. Многие обращения удается разрешить действительно в пользу бизнеса. Какие-то конкретные примеры можно? Вот кто-то обратился и действительно удалось. Многие обращения предпринимателей с жалобами на действия государственного пожарного надзора, на действия инспекторов Роспотребнадзора, других контрольно-надзорных органов, налоговых органов. Тут поводы и основания различны. У каждого предпринимателя своя беда. Но в любом случае есть понимание у контрольно-надзорных органов о том, что с бизнесом нужно работать. Необходимо в каждом отдельном случае разбираться очень тщательно и досконально. И есть успешные случаи, когда удавалось отстаивать право предпринимателя на объективную проверку, удавалось восстановить нарушенные права. Но есть вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне. И последний вопрос, Анатолий Батувич. Вот в условиях такой сложной обстановки у нас в Бурятии, как вы считаете, институт бизнеса, амбудсмен в республике, он вообще эффективен сегодня? Ну, наверное, не мне об этом судить, но я сам не могу давать себе оценку. Но, во всяком случае, я представил свой доклад о работе в 2015 году главе республики, народному хуралу, общественной палате и федеральному бизнес-омбудсмену Борису Юрьевичу Титову. Отчитывался о своей работе на заседании правительства. Доклад мой обсуждался нашими бизнес-объединениями. И, во всяком случае, то, что удалось проделать за прошлый год, ну, во всяком случае, оценено положительно. Спасибо большое, Анатолий Батувич, за ваше мнение, за то, что пришли к нам сегодня в гости. Спасибо. И мы двигаемся далее. И двигаемся далее. Первая попалась. Студентку колледжа поймали на ЕГЭ с телефоном. Отмечу, в Бурятии стартовал основной этап ЕГЭ. Более 6,5 тысяч выпускников сдали сегодня госэкзамен по русскому языку. Контролирует порядок около 400 общественных наблюдателей. Напомню, 11-классники уже сдали географию и литературу. В этом году сдающих ЕГЭ ждало одно изменение. На экзаменах по истории, обществознанию, географии и информатике убрали тестовую часть. Данная мера была принята, дабы исключить так называемый элемент угадывания. У нас сегодня все аудитории обеспечены видеонаблюдением. В 2016 году дополнительно 11 пунктов проведения экзамена, всего это 100 аудиторий, перешли на технологию печати КИМ в аудиториях и перевода бланков ответов в электронный вид. Это новая технология. С прошлого года она внедряется по всей Российской Федерации. Отмечу, на сегодня пока зафиксировано только одно нарушение. Ученицы учреждения среднего профессионального образования поймали на ЕГЭ по русскому языку с телефоном. Девушка была удалена, а результаты экзамена аннулированы. Право пересдать экзамен в этом году у студентки не будет. Да будет свет, но света нет до сих пор. К нам в редакцию обратили жители поселка Сотниково. А представители бурят энергосбыта отключили в их доме электроэнергию за долги. Хотя никакого уведомления не присылали. И все бы ничего, но у молодой семьи маленькая дочка. И в доме без света она жить просто не может. Как вернуть луч света в темное царство узнавала Галина Соболева. Здесь света нет. И воды тоже нет. Потому что вода поступает от насоса, а насос работает от электричества. Поздним вечером в дверь этого дома постучали электрики. И сообщили, что электричество отключают за неуплату. Хотя никакого предупреждения жильцы не получали. Приехали электрики и спросили у меня, есть ли у меня уведомления об отключении света. Я сказал, что не приносили ничего. Они сказали, что в течение 10 дней назад должны были принести. Но никакого давления не было. Они просто взяли с меня расписку и отключили свет. Я сказал, что у меня ребенок маленький. Они сказали, что их это не волнует. Электриков не остановило даже довольно позднее время. За окном было уже 6 часов. И оплатить долг было невозможно уже физически. Сейчас семья должна за электроэнергию 4,5 тысячи рублей. Оплатить долг они намеревались, как только на карту поступит стипендия. Но теперь жить в этом доме просто невозможно. Молодая жена Сергея вместе с дочерью пока вынуждена гостить у родственников. Вода работает. Вот у нас электричество не холодное, не горячее. Вот не бежит от водонагревателя. Нагревается вода, вот ничего не работает. Включай, вот здесь должен загореться индикатор, и ничего не происходит. Не работает она вода. Почему свет отключили без уведомления, в бурят энергосбытии нам объяснить не смогли. Дозвониться до Иволгинского отделения компании так и не удалось. Телефон постоянно занят, а другие отделения комментировать ситуацию отказываются. И никакого луча света в этом темном царстве пока не видно. Галина Соболева и Решебаганов первая альтернативная. Далее вашему вниманию обзор происшествий за минувшие сутки. Напали на полицейских. В Иволгинском районе нетрезвые дебоширы напали на сотрудников ДПС. Сотрудникам удалось остановить мотороллер, который двигался без регистрационных знаков. Однако шестеро пьяных мужчин оказали сопротивление, напав на сотрудников. Полицейским пришлось стрелять. Один из нападавших получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Все участники нападения задержаны. Ночной обстрел. Пьяный житель Улан-Удэ устроил ночную стрельбу из ружья в одном из дворов по улице Ключевская. К счастью, обошлось без пострадавших. Мужчина задержан, но от каких-либо комментариев отказывается. Причины, побудившие мужчину открыть стрельбу в населенном районе города, предстоит установить следствию. Сторож сгорел. В Закаменском районе горела школа. В огне погиб 42-летний сторож здания. По версии следствия, причина возгорания – упавшая в постель сигареты. Известно, что в течение двух последних дней мужчина злоупотреблял алкоголем. На тушение пожара было задействовано три единицы техники. Проводится доследственная проверка. И к другим новостям. В Улан-Удэ уничтожено около 700 геодезических пунктов. Сократить печальную статистику сотрудники Росреестра стараются регулярными рейдами на места, где расположены ориентиры. Выездной проверкой по сохранности пунктов государственной геодезической сети участвовал наш корреспондент Будамунхоев. С чего начинается родина и как ее вернее отобразить на физической карте? Специально на этот случай существуют геодезические пункты, на которых с точностью до сантиметров отображаются координаты и высота относительно уровня моря материальной точки на карте. У данной геодезические пункты имеют особое внешнее оформление в виде окопки диаметром примерно около двух метров. Сам непосредственно металлический центр Марка, заложенный в земле и забетонированный. И опознавательный бетонный знак, на котором указано наименование данного пункта. Темпы строительства частного сектора стали настоящей угрозой для геодезических пунктов. Всего таких пунктов по одному только городу Улан-Удэ порядка нескольких тысяч. Поэтому при строительстве, перепланировке или реконструкции жилья будьте бдительны и обращайте внимание на неприметные, на первый взгляд, объекты. Поскольку при разрушении или переносе таких объектов вам грозит штраф порядка двухсот тысяч рублей. В один из таких частных домов заглянула наша съемочная группа, где сотрудники Росреестра объяснили хозяину дома, что это такое геодезические пункты, что с ними можно и что с ними нельзя делать. Вот так вот по будничному между надворными настройками у нас расположился объект государственной важности. Узнать его можно по вот такому вот ориентиру. Стоит добавить, что в одном только Улан-Удэ из трех тысяч уничтожено 700 точек. А такие пункты не теряют актуальность и по сей день. Даже в эру высоких технологий ничего надежнее и точнее еще не придумали. Будамунхоев, Александр Хамаганов, первая альтернативная. Предвзятое судейство, демарш сборной Дагестана и неопределенность с олимпийским составом. Таковы итоги чемпионата России по вольной борьбе. Страсти на коврах кипели нешуточно. Еще бы, ведь на кону были путевки на предстоящую Олимпиаду. Подробности далее. Точкой экстремума стала четвертьфинальная схватка в самом легком весе между дагестанским борцом Исмаилом Мусукаевым и одним из главных претендентов на поездку в Рио, Якутом Виктором Лебедевым. После одной из атак Лебедев получил спорные два балла от приглашенных из Монголии судей. Просмотренный повтор также не повлиял на решение коллегии. Дагестанский спортсмен с судьями явно был не согласен. И протест вылился в потасовку с участием ОМОНа. Чемпионат был приостановлен на три часа. В результате судей отстранения от работы Исмаилу Мусукаеву предложили выступить на Кубке мира и продолжить борьбу за путевку. Однако сборная Дагестана отказалась бороться и снялась во всех весовых категориях. Но и этот поступок не отрезвил организаторов чемпионата. Истены и судьи активно продолжили помогать Лебедеву и в финальной схватке с Александром Богомоевым. Счет был 1-0 в пользу Александра. После очередного приема Лебедев оказался вне ковра. Но эпизод не засчитали. Александр от повтора отказался. Затем судьи посчитали, что наш Богомоев ведет пассивную борьбу. И дали ему 30 секунд на прием. Александр не уложился во время и счет стал равным. Да, протест не принимается с гулятской стороны. И Виктор Лебедев в шестой раз становится чемпионом России. Отдает руку Александру Богомоеву. Богомоев согласен. Победителем объявили Виктора Лебедева. А затем, немного подумав, золотую медаль вручили и Александру Богомоеву. Кто отправится на Олимпиаду все еще не ясно. Спортсменов ждет дополнительное испытание. Еще одну медаль на чемпионате России завоевал наш балдан Цежипов. В весе до 125 килограммов он встретился с борцом из Кемеровской области. И одержал уверенную победу со счетом 3-1. Лучший в Улан-Удэ в Бурятии завершился финальный этап самого массового футбольного турнира «Кожаный мяч». В этом году соревнования посвятили юбилею города. Из 300 команд до финала добрались 18 сильнейших. Именно они разыграли звание победителя и путевку на республиканский турнир. Кто забил больше всех и не оставил шанса соперникам, расскажет Аюна Чертарова. Финальные игры проходили в трех возрастных группах. По шесть команд в каждый. Организаторы и тренеры отмечают. С каждым годом уровень игроков, а вместе с ними и самого турнира растет. Команды приобретают форму, мячи, тренируются и стараются показывать достойную игру. Действительно ребята показывают очень хорошую игру. Действительно много таких желаний. Ребята огромные. Сейчас финальный час идет турнира «Кожаный мяч». И вот эти собрались лучшие команды. И они показывают очень хороший достойный футбол. Даже смотреть одно удовольствие. И такой азарт, боевитость показывает. «Кожаный мяч» – это популярный турнир. Это для нас честь выступать в нем. И если мы пройдем, то будем очень рады этому. Ворота для меня очень большие. И как бы привык маленький. Участвовать мне нравится. Защитываю школу. Турнир хороший. Соперники довольно сложные. Но справляемся. Будем настраиваться. Будем верить, что мы победим. И займем второе место. Почему второе? Потому что в первой игре мы с Селингей проиграли в 49-й школе. И мы не сможем занять первое место. Команды школы номер 49 действительно уверенно шли по турниру. И в результате завоевали первые места во всех возрастных группах. Но это не значит, что у юной Селинги нет достойных соперников. Победа все же далась им с трудом. Теперь ребят ждут республиканские соревнования. Победители и призеры получили кубки, а также грамоты, футбольную форму и мячи. Аина Чертарова, Будамунхоев, Александр Хомаганов, Вячеслав Батоев. Первая альтернативная. Сложнейшие мировые трюки и завораживающее светодиодное шоу. В Бурятии впервые приехали артисты монгольского цирка и открыли летний цирковой сезон. Воздушные аттракционы, туго натянутая проволока и шпагат на канате. О самых ошеломительных трюках расскажет моя коллега Наталья Китаева. После успешной гастроли бурятского цирка в Монголии и монгольские артисты приехали в Бурятию с постановкой премьера, которого состоялась в Улан-Баторе накануне. Трупа из 30 человек. Такое количество монгольских артистов в Бурятии впервые. Сложнейшие трюки, головокружительные номера. Зрители ждет завораживающее светодиодное шоу, красочные увлекательные рисунки света и мировые трюки. В каждом номере очень уникальный трюковой набор. И, наверное, один из таких, скажем, номеров – это эквилибр на першах. Это трехметровые перши, на которых работают эквилибристы. А нижний держит на лбу этот перш. В этом шоу мировые трюки, которые будут очень интересны для нашего зрителя. И нашим артистам нам самим интересен этот опыт. И я думаю, что такое уникальное событие нельзя пропускать. Артисты из Монголии представили цирковой мини-спектакль «Мир электроники». Его режиссером выступил именитый постановщик Юндын Гэрл Батор. Напомню, монгольский цирк существует уже 76 лет. А его трупа считается лучшей в мире по технике исполнения трюковых номеров. Сам спектакль в жанре «Электронный мир» Хотели показать электронный мир, как оно внутри, чем отличается мир электроники и мир наш. И совместить это дело. И очень много новшеств странной техники. Со светом технически это очень трудно, это понятно. Но мы это сделали. Я думаю, что в дальнейшем цирковое шоу будет очень технически развиваться. Оцениваем отношения с Бурятией, с Монголией. Очень хорошо. Мы в дальнейшем думаем, что культурные отношения будут продлеваться, еще ближе становится. Этот трюк один из самых завораживающих. В зале абсолютная тишина. Девушка поднимается под самый купол. И вот через несколько секунд публика ревет от восторга. Воздушные аттракционы, туго натянутая веревка, жонглеры и акробаты. Костроли монгольского цирка в нашем городе продлятся до 12 июня. Наталья Китаева, Вячеслав Батоев, первая альтернативная. К этому часу у меня все. Смотрите новости на АТВ. Будьте всегда в курсе всех событий. С вами была Наталья Домбаева. Всего доброго и до скорых встреч. Телефон 8 950 386 8034 Ты чего? На шашлык хочу. Но сначала. В абсолют? Пора на шашлыки. В абсолюте. Соус барбеки 3599. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова